Вот, принять. Игнат Тихонович, на весь экран сделайте. Как видите меня? Хорошо вижу. А свет не мешает вам? Вот сейчас нормально, ну более-менее, только синее всё. Скачаю ваши все книги, с удовольствием читаю. Я Бога благодарю, что он меня с вами познакомил. Что как-то вот так, а познакомил я так вкратце расскажу. Ну, я в интернете, там на сайте, на сайте. И ваш разговор с Геннадием Фастом. Ну, он как бы выставлен был. Вы там рассказываете, рассказываете, а потом шапку снимаете и говорите. Ну, обличите, батюшка. А он говорит, я люблю вас. Вот такой я как бы так чуть-чуть, ну, проникся душой. И начал за вами вот это ролики все ваши. Вот, ну, смотрю, в общем, переживаю поездки ваши, как вы ездили, всё выставляете. Я уже с Сергеем Козловым побеседовал, но я с ним связался, поблагодарил его тоже. В общем, ну, вот так. Здесь живём мы в Харькове, я живу. У меня трое детей, Игнать Тихон. Вот, трое детишек, ходим в православный храм. У нас здесь, недалеко в Харькове, Пантелеймона Целителя называется. Вот так. Вот. Ну, недавно тут такое столпотворение. Мощь Иоанна, частичка Иоанна Златоуста, поезд Пресвятой Богородицы. Вот. Я не ходил на это всё мероприятие. Мама как-то пошла там у меня, там рост не до 6 часов в очереди. Говорит, там по 6 часов в очереди простояли. Я говорю, ну и что простояли? Это уже после ваших всех бесед. И уже годовой, грубо говоря, так, ну, как бы с вами беседы, ну, не так с глазу на глаз живую, а с книгами с вашими, с пробоведями вашими. Я просто, ну, я благодарю Бога, что Он меня с вами познакомил. А познакомил, знаете как, я на, как бы на священномученика тоже наткнулся, Сысоева Даниила. И вот у него такие живые слова, живые слова, а потом Бог и Боженька меня вам, меня как бы так, на закуску уже так, уже, чтобы добить меня окончательно. И вот, ну, вот, в общем, вот так, Игнатий Тихонов. А как вы нашли-то? Вы на меня-то вышли, я так и не понял. Где? А я скажу, ну, начали там, как бы, искать, что, чего. А последний ваш ролик, там, с Германией, женщина, она, не православная, там, мы ей так советовали, а вы ее спрашиваете, а как вы меня нашли? Какой порой? Она говорит, да вот дочка мне там, а вы потом сказали, Игнатий 10. И я все, и на сердце себе положил, и все, Игнатий 10, и все, и сразу сказать. А я сказал, я говорю, я вслух-то сказал, кто-то зацепится, я говорю. Ну, а как же, я же говорю, Бог меня просто, ну, так меня вас, хоп, и все, и я уже. Не, а вообще-то вы как вышли на моей книге и на все остальное-то как? На книге, я вам скажу, где-то месяца 8 тому назад, я в интернете, ну, очень внимательно прослушивал все проповеди, и проповеди, и записи священномученика Сысоева Данила. Да. А потом, как бы, там копался, копался, а потом, я же говорю, ваш разговор с Геннадием Фастом, это вот недавно, вы у него в церкви там были, летом это было, то есть ролик выставлен, вы его там, как бы, рассказываете то-то-то, патриархийные дела, какое состояние церкви на сегодняшний день, все-все-все. Ну, я так сначала, как бы, недоумевал, думаю, не пойму, вроде бы священник православный, а рядом какой-то баптист, так, я, ну, так, сначала с первого раза я малешка не понял, ну, и вот так, 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 а потом, как бы, он минут 10-15 вас слушал, вы потом снимаете кепку свою и говорите, ну, батюшка, обличите тебе, а он говорит, я вас люблю. Да, мы торопимся, торопимся библиотеку и сразу уходим. Ну, а что мы с вами будем? Давай мы отдыхаем, надо такую, да. Вот, мы, собственно, здесь на слежу возраста переговорили. Теперь скажи мне, что-нибудь. Что сказать? Ну, в первую очередь, обличительное, чтобы я стал другим. Я не хочу погибнуть, не взирая ни на возраст, ни на что, прямо своими словами. Чтобы я, ну, разумел, понял и склонился. Другие раз, хотя и мы не общались в последние годы. Ну, я как бы провикса и начал там ваши книги копать, то, то, то. Потом жене говорю, так, скачивай мне все 38 книг на телефон. Вот, я все скачал, откровения там, ну, все, все. И как бы, ну, информации столько, что читай, читай и познавай. Как вы говорите, Христа надо расслышать. Примеры муки, самая короткая притча про женщину, когда она замесила тесто. Услышать, принять сердце, мы исполним другими руками. Ну, и я вот этим сейчас, как бы, тут начинаю своих уже чуть-чуть так тормошить. Ну, так, они еще так, как бы, не подготовлены ко всему этому. Можно их как обухом по голове сейчас огоросить, скажется, там, к монахам не ходите. Сейчас друг, иду монасты. Я им говорю, я костями ляжу, тебя не пущу, говорю, туда. Он говорит, а что-то, вроде бы, цвет монах. Я говорю, я тебе потом расскажу, говорю, как-нибудь. Ну, в общем, вот такие дела, Игнатики. А вы знаете, какие наши отношения? Кто для меня отец Геннадий-то? Отец Геннадий, он же был баптистом, я там коротко, ваша беседа в книгах ваших, я не помню какой том, 18-й, по-моему, где ваша беседа с ним. Он был баптистом и обратился, вы его обратили в православие. Он минонит немец. Да, да, немец. Потом он был у баптистов, как бы. И тогда у нас была встреча, и эта встреча была для него новым путем. Мы в пол пятого утра только легли спать, кажется. Да, 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 и там вопросы, ответы. И вы там ему сказали, Бог, в двух непривозных вещах клянется, что это за вещи? Он говорит, я не смог ему ответить на эти вопросы. А я уже в вашем толковании прочитал, что это, о чем идет речь. Ну, в Санкт-Петербурге тоже, в общем, вот такие дела. Ну, ничего, Игнат Тихович, у нас здесь, как бы, на Украине ситуация тоже такая, вы же знаете, сложная у нас ситуация. Я видел ролик последний вашего брата, батюшки Акима, когда они, выставлен был вами, ну, когда они в Луганск, Донецк, вчера же выборы там были, второе число. Да, да. В Донецке, Луганске были выборы, местные. Да. Ну, ситуация такая неоднозначная, наше тут, как бы, правительство, весь мир, то есть, то, 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 сразу там на Россию, у них там доллар поднялся, ну, это вся, в общем, такая. А у вас далеко от вас до маневка Николаевской области? Ну, наверное, километров пятьсот. А то у нас там очень близкие друзья, священники в Николаевской области, а в Одессе наши очень близкие тоже. Мы позапрошлым году Украину вдоль и поперек, и весь Крым все прошли. В Харькове, в центральной библиотеке у вас мои книги, я их там подарил, в Киеве, в парламентской, национальной, там в двух местах. Ну, книг еще, как некоторые там вы говорите, таких книг, то есть, снова, с иллюстрациями таких нет, с толкованиями нет таких книг. Это вы правильно, это я под сто процентов поддерживаю, что таких нет. Даже вот, я сейчас, у нас выставка была в Харькове, ну, она обычно четыре раза в год бывает, вот, толкование на Святой Евангелие Феофилакта Болгарского. Ну, там толкование есть, на главы не разбитый, ну, черным выделено шерифтом, там, какое-то, и остальное идет, как бы, а, ну, а, иллюстрации таких нет, я видел, как вы показывали, у меня тоже этих книг нет. Ну, даст Бог, может, приобретут, если получится, особенно Новый Евангелие, Новый Завет с апокалипсисом, даст Бог, может, как-то, если что-то получится. А у вас в России-то нет, кто-то на границе близко? Россия, у меня родная сестра в Москве живет. Вот на Москву я могу выслать, а она вам привезет. Ой, ну, надо как-то будет, да, как мне это дело сделать, все. Ну, я говорю. Да, ну, дай Бог, если как-то что-то получится, я там, может, на электронку скину ее адрес, а как это она там передаст. А вы с Украины-то не намерены бежать? Не знаю, куда бежать и как бежать. Так а мы вас потеряем, купим с семьей, нам такие люди нужны как раз. Вы мне понравились, бородой, женаты, православные, вы подходите. Не пьешь, не куришь? Нет, не пью, не курю, нет. Ну, все, не материшься, не воруешь, уже подошел. Да, это все было уже там, в прошлой жизни, этого уже нет, все. Как обратился, в 2008 году обратился из библейского отрывка, как Авраам на заклание вел сына своего. Да. И мне в душе вот как-то все вот переворотило вот так. Если вот вы думаете воспитать детей в христианской вере, то лучше нашего места просто не найти. Конечно, это работать, сельское хозяйство, ну как люди-то живут, как в горах он, везде. Там вообще ничего у них нету. А у нас земля прекрасная, вода. Так что если у вас будут трудности, вы знаете, что выход у вас не в поле выброшенный будете. Спасибо, Христос, за такие теплые слова. Я хотел пока, это только компьютер как зашевелился, я говорю, о, бес не хочет, чтобы я поговорил. Вот так прям какие-то преграды. Я его перезагрузил, жене там она дочку повезла в школу. Я говорю, скажи мне, как перезагрузить. Она меня быстро раз-раз перезагрузила, и вот с вами в эфире опять. Я хотел бы, Игнат Игоревич, хотя бы два слова по расколу нашему. Тут у нас же что происходит сейчас? Западная Украина, то есть там сейчас как бы в связи с этой войной, вот как бы с этими делами, там, ну, просто такие слова, мы не хотим молиться, это как бы православные храмы, не хотим молиться за патриарха Кирилла, кто-то, кто-то. Вот и все там переходят в автокефальную, но к филарету. У нас же получается, грубо говоря, из 47 миллионов, миллионов 20, ну, говорят в расколе они, к филарету ходят. Вот как бы во свете Библии, если можно, в двух словах мне как бы пояснить немножечко ход событий наших здесь на Украине. Вас что конкретно касается, конкретно, я могу ответить вам, что касается, допустим, филарета. Вот Леонов, Николай, которого убили-то, слышали, мы перед этим у нас по скайпу три разговора было, я ему говорил, воевать не надо христианин, он надо, но он погиб. Я говорю, ты до 50 лет не доживешь, а сегодня на это смотрим как предсказание. Я ничего не знал, я просто знаю, вообще взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Что ваше положение на Украине? Да вы же понимаете, что не сами украинцы здесь, там из-за рубежа все дирижирует. Но мы верующие, мы не вмешиваемся ни во что. Вот у вас там президент Порошенко, я говорю, а у нас Паутинка. И мы все равно за них молимся. За Барака, там, Обаму, за всех. Нам дано повеление молиться за старее начальствующих, но не более того. Я вот, вы слышали, если только много. Самое главное, хочешь быть благословенным, никогда не проклинай евреев. Никогда. Не прислоняйся к этому. А ищи благословение этому богоизбранному народу. А в чем? Чтобы они познали Христа. Они его не знают. Чтобы они приняли его как Бога, как второе лицо Троицы. Как умершего за их грехи. И когда спрашивают, за что на Украину такая беда, я не имею откровения, но умом своим понимаю. Бог наказывает за отступление. Украина это как буфер какой между Западом и Россией. Там все ереси, каких только не найдешь. Потому что я сегодня занимался крещением, ну везде выставлял материалы. И разные-разные еретики, надежда человека, приблагословенные, разные названия. Все секты, секты, вся Украина. У вас столько там этих еретиков конца крови нету. А Богу это не угодно. Это Дафана, Верона и Корей. Они живьем бы от провалились. Чисто 16 глава. Я вчера ее перечитывал, тоже, как вы говорили, от вас это все, вот так. Я перечитывал вчера 16 главу. Да, это самое страшное наказание. А кажется, что еще особенного отделиться? Этого нельзя делать. Я вот сейчас так и говорил. Вот Бенни Хинтом выступает. Был до этого у американцев самый знаменитый. Так Грэхэм, Билли Грейм, там разное, по-разному называют. Я посмотрел, там уже 94 года живет. Был советником у всех президентов. Они между собой не ладят. Один 50-ник, он бесноватый этот, Бенни Хинтом падает, когда он машет руками, и все падают. И у них миллионы, сотни миллионов долларов, там самолеты свои. У меня ничего нету. И вот Володя снимает, я говорю, Володя, ну за что такая милость? Мне дано было Богом сразу. Я же обратился у 50-ников, покаялся-то. Обратился, и Бенни получил. Я больше ничего не получал там. Пять минут, и на этом все, что я получил, это в руки попала Библия. Это изменение было жизнью. И мне Бог это дал понять, что без церкви спасения нет. Как они не понимают эти люди-то? И видно, что люди-то хорошие, которые проповеди говорят. Котка Шевченко, Александр, я их почти всех знаю. Ну невозможно же ничем объяснить. Ведь это избрание Божие. Он в ересе находится, еретик не спасается. Но мы молимся за всех. Моя обязанность молиться. Я молюсь постоянно за Горбачева. За всех, кого знаю. Он живой. А за живой, значит, может быть и покаяние. Вот сейчас вчера выставили ролики у нас, за вчерашний день. Это собрание и занятия. И на занятиях я продолжаю второй раз уже разбор и предыдущие недели назад занятия. Митрополита Волоколамского и Лариона. Я первый смотрел. Смотрели. Вот последняя. Я первый смотрел. Второй начал, но не до конца. Я понял. Ну, видите как. Это очень сложный документ. И я его весь раскрываю. Его никто не будет никогда смотреть. Никто не будет разбирать так подробно. Вот вы у нас на сайте, если были, самое драгоценное, что есть. Это с правой стороны 55 папок. Вопросы и ответы. Но они все из книг взятые. Из 30 томов. Ответы. Почему не ответят? Потому что сама жизнь в это вложена. Архипелаг Гулаг никто бы не смог написать, кто там бы не был. Это на нем его биография, она больше того, за что ему Нобелевскую присудили Александру Солженицыну. И в моей жизни я родился в старообрядческой семье. В строгости. В великой скудости. Дальше, как моя жизнь шла, как армия, как я Бога искал, как я жаждал, как молился. И Бог меня вдруг находит где? Не среди православных. И дальше я возвращаюсь, понимаю, что здесь мне не будет милости ни от кого. Я всю жизнь протрудился в православии. Я же сюда людей привожу, и они же меня убивают. Это никто никогда не объяснит. Только может после смерти они начнут приходить чувства. Я говорю громко, потому что я глухой, и поэтому мне удобно так. Не, нормально, я очень хорошо отслушу. Ну вот, что мы поговорили. Вы в Mail.ru зайдите, знаете эту систему? Да, да, да. И себя назовите, фотографию поставьте, в друзья попроситесь. И я вам там, что нужно будет, легко переговаривать, даже без скайпа. А на скайп вы накопите вопросов, чтобы время зря не тратить. Так, чтобы около часа было. И я постараюсь вам ответить. Может быть, тут будет жена, мама ваша пожелает там кто. Может, друзья будут. Мы можем вот сейчас такой разговор устроить. Ну, кто с вами-то желает услышать-то? Мне Бог это дал. Я отдаю без хитрости и без лукавства. Все практически вопросы освещены в ваших книгах. Вот даже по тайну, последний раз вы с прихожанином, я, он с Ульяновска, вы, насчет властей и православия, отношения, вы сказали, что к истинному православию любите врагов вашим. Там все изложено. Я так тупаю, и все оттуда потихонечку так быстро. Ну, а в скайпе я просто хотел вас услышать, чтобы, знаете как, уже год как бы с вами живу, переживаю, да, на расстоянии вот так, Господь. Ну, хоть поговорить два слова, так, в знак благодарности. Я благодарен Богу, что меня с вами, поэтому он меня с вами познакомил. У вас как фамилия-то? Фамилия русская, Лобачев моя фамилия. Лобачев, так вы по паспорту, да? Да, Лобачев Александр Петрович. Я родился в Баку, там крестился, 18 лет. В Баку в прошлом году были, в национальной библиотеке там книги, мы со все прошли. Вы же знаете, нынче мы только по Турции, 1650 километров. Да, и как вы к отцу на уму попали, да, это тоже все я видел. А он мой крестник, крестник, еврей. Я понял. Знаете, видите, как Бог делает, их завозят, он через полтора часа вышел от меня, уже православный. Да, да, и последнюю встречу я с вами, ну, я смотрел с ним, беседу вашу с ним по последней встрече. Там, ну, пару вопросов о рождении свыше, вот, он как бы затронул, говорит, вы ее там раскроете, а вы, говорит, да она раскрыта уже. Ну, там, я понял, малюшка, ход мыслей, как бы, ну, нормально все, все нормально. Видите, когда спрашивают, как это так? Человек был такой, это Бог делает, человеческого тут ничего нету. А вот вы психологию знаете, я ничего не знаю. У меня нет никакого образования, я просто стою на молитве перед Богом. И когда меня начинают чем-то загружать, там, кандидаты, богословы, я говорю, давайте, вот, как Иларион, у него все звания, он ближайший к патриарху. А я смотрю, он неверующий, я показываю, один на 155, у него один раз так упоминается Бог, а у других, это, семь посланий апостолов, по содержанию меньше даже, 155, один к 155, ну и все. Если мы живем Богом, для нас говорить о Христе, о любимом нашем Иисусе, в руках держать Библию, Евангелие, нести людям, тебе больше ничего не надо. Ты понимаешь, что у тебя семья, дети, но ты уже там не на 100% будешь. На первом месте будет любовь ко Христу, а во Христе ты будешь относиться по-другому к детям. Главное не, чтобы они прыгали, сытые, бегали, главное привезти на небо. Если ты их на небо не приведешь, лучше бы их не было. Да, у нас тут тоже очень много яговистов, тут они, как вы говорите, мы православные, далеко от них стоим, потому что они тут с плакатами, с транспарантами ходят по дверям, по то, по то. Ну, я как бы начал так немножко там вооружился и иду, думаю, один раз, два раза. А потом прослушал вас, а вы сказали такие очень вообще, ну, в Евангелии, в Киславе апостол Павел говорит, кого предузнал, тех и предопределил, кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил, говорит. Им бестолку что-то говорит, они, блин, ну все, они уперли своим скудоломием, ни влево, ни вправо, не сшибешь их в отцениках. Все уже понятно, что Бог уже нас предопределил, ну, два раза сказал, там не послушали, ничего не прошибает абсолютно никак. Он прописан в другом месте. Это возраст взгляда на истину. И ты ничего не сделаешь. Тебе не надо сохранить свою душу, ты должен засвидетельствовать, ничего не надо, никогда не спорьте. Я вот никогда не спорю. Я ему сказал, все, моя задача выпала. Сейчас Петр Михайлов, священник там с кем говорили, он начинает говорить, ну, сказал я тебе, ты избираешь другой путь. Тебе важно, что Иоанн Дамаскин сказал о мощах. Я смотрел этот ролик. Ну, видите, что если Христос сказал оставьте мертвецам, хороните мертвецов, то вы капаете мертвецов. Он даже как будто и не знал про такое безобразие. Вы его все время к Библии подталкиваете, а он как-то сторонится, так, чуть-чуть влево-вправо. Да, вы его к Библии, а он опять там то устал, то еще что-нибудь там начинает. Да, 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 я понял-то, да. Ну, в общем, вот так, Игнать Тихонович. Живем мы в Харькове, тут 2 миллиона у нас. В принципе, у нас здесь спокойно, а 100 километров, ну, от нас и люди ходят. Я говорю, разве это не чудо, елки-палки. Я говорю, ну, от нас 100 километров бомбят, а тут чудо, тут рай на земле. Благодарим Бога за все. Принимаем с любящей руки его все. А у вас в законе есть альтернативная служба в армии? Да, я, честно говоря, так особо не интересовался. Но у нас сейчас, знаете, как, начинают священника, вот, Филарет уже там послал туда двоих. То есть они сейчас там. Тут такая ситуация, тут даже наши православные. Вот у всех, вот 10 человек стоим в храме, у всех 10 мнений по этому поводу, по этой войне. Священники ничего не разъясняют, ничего не объясняют. Абсолютно. У нас это так, молимся, на литургии молимся о братоубийственной войне и смуте. Вот суть я вам слов дословно перевожу. Братоубийственная война и смута. А пояснение дать всему этому? Рожки да ножки. От жилетки рукава. И поэтому прихожане не знают, как относиться к этому, как что, как кто. 10 человек, 10 разных мнений. Абсолютно, вообще. И ничего не понятно. Ну, понятно, что. Ну, в общем, вот такие дела. Вот такие у нас дела, знаете. Ну, Александр, все равно надо работать. Вы знаете истину. Людей всех призывайте на молитву. Вот меня спросил тогда Николай Леонов, как относится к Филарету. Во-первых, он московской патриархии, он думал, что его изберут патриархом. Его не избрали. Дальше началось у него отступление, его запретили, а потом его анафеме предали. А теперь он уже никому не подчиняется. Я его не могу сказать, как он там, благодатный, неблагодатный. Не мне это... Но пресчищаться у него я бы никогда не стал. Потому что церковь наложила прещение, очень серьезное. Тем более, о нем сколько писали, что у него жена, там ребятишки, при нем жили его. Журнал «Огонек». Личный, который знает Александр Нежный. Она при нем всегда, говорит, эта жена была. Это, ну, я не против жены, ну, если обет дал Богу. Так или не так, еще не доказано. Но, в общем, я очень насторожен к нему. Хотя его рядом и нету. Но и против его я бы учить не стал. Нашел бы все равно где-то одного священника, где... А вот униаты. Униаты православные. Это православные только скатались с этим... Поминают папу. Там больше ничего такого-то и нету. Я просто объясняю. Чего вы удивляетесь на униатов-то? Когда униатов выбросили сначала в 45-м году, они многие возвращаются в свои храмы. Ну, давайте до конца договаривать-то. Ну, да, вот как бы... Ну, я в принципе, вот сейчас вы сказали, оно тоже мне там, товарищ, правит. Я говорю, да не будем его резко судить, так, ну, в говоритах, там, и тех людей, которые там, мол, мы не хотим там патриарха. Мы не знаем, что у них на душе, на сердце. Чего вы это судите-редите? Я говорю, пусть уже Господь сам уже как управит, так и управит. Ну, мы, я говорю, стоим, я говорю, как бы в законе. У нас есть закон и священство. Пока туда и ходим. А там дальше видно будет, как Господь. Видно будет, да. Правильная позиция. Нигде не выступайте. Темы эти исключите. Только на молитве. А молиться мы все время молимся о мире на Украине. Вы в наших молитвах и днем, и ночью. Я тоже за вас молюсь, да. Я обычно говорю, за Игнать Тихоничей, приход и всю Потеряевку ищу. Вот так я говорю. А вот вы говорите Потеряевку, а Бог знает, может быть, еще и приедете. К нам многие, которые просятся, мы никому не разрешаем, не подходят. То по одному, по другому. Один приехал, все у него есть. И дом построить, и все. Но я, говорит, матерюсь. Вот придет, я опять. Другой приехал и начал выпивать. Прошел год, построился. Все, все нормально у него. Женился, ребятишки. Стал выпивать. Замещание одно, другое. Пришлось выехать. У нас не положено. Ты подписывался об этом. Мы деревню эту с нуля начали восстанавливать. Это наша родовая деревня. Вот нынче уже 23 года. Так что, если будет невыносимо трудно, это, если я не ошибаюсь, скажется, 13 глава 14 стих порока Исаии, когда каждый побежит к своему народу. Вот и все. Спасибо, Христос, за приглашение. Да, ну приглашение какое? Это оно больше похоже на разрешение. Мы особо... Вот если зайдете на Майл.ру, там внизу, прямо на первой странице написано, мы объявили, жителям Луганска, Донецка, всей Украины, у кого трудные будут обстоятельства, мы готовы. Даже в такое время мы можем принять, до весны прожить. А весной-то рано. Сажай огород, ты уже не умрешь. Заводи коровенку, молоко есть. Вы видели, как у нас он живет? У него 4 трактора, начинал с нуля. 180 гектар пашни. Он фермером, староста деревни. А жена как завучь деревни. А там всего 6 учеников. И 3 учителя. А дети будут больше, значит? Может быть, отдельно будет в школу. У нас достаточно пока. Храм. Ну, вы видели все, если смотрите ролики. Видел, видел, да. Храм видел наш. Все, я живу и переживаю вместе с вами. Как будто хоть и на расстоянии таком, но в душе и в сердце Господь дает такие переживания. И ролики ваши. Слава Богу, что выставляете, что живое Слово Божие мы слышим и его чувствуем. Ну, у нас проповеди говорят, батюшки, ну, как вы говорите, поддавайте все ревизии. Прихожу, открываю филакты, филакты, сверяю, что говорит, как сказали, как говорится, чтобы не все глотать подряд. Да. Ну, вот так, Иван Настич. Вот ты, слава Богу, что увидел, о вас хоть поговорил. Ну, все, больше вопросов у вас нету? Нет, пока нету. Домашним поклон передавайте. Спасибо, Иван. В Донецке у нас там осталось, она тоже познакомилась, она из сектантов перешла в православие. И тут началась у них там это неразбериха, и она в монастыре сейчас, Елена звать, так что помните ее. Елена. Елена, в Донецке. В Донецке, Башкова фамилия. Давно от нее нет известий никаких. У нас очень хорошая переписка. Одна Белая Церковь от вас далеко? Белая Церковь 550, это под Киевом Белая Церковь. Ну, вот, которая у меня вот часто ссылки делает там, комментирует ролики. Валентина Пивень. Она не православная, но она душой как православная. Многим православным можно на нее пример показать. Она активная такая, и мы всегда молимся друг за друга. Спасибо, Республика. Да, мы должны быть открытые. Открытые. Да, Игнатий, если что-то вам там по Украине, по Харькову, я всегда, я не знаю, скину вам там на почту свой номер телефона, всегда, если что-то, какие-то вопросы, можете звонить там и мне по скайпу в любое время. У нас 4 часа с вами разница. Да. Но тут больше наш телефон вам потребуется. Вот телефон мой видели там, когда там написано «Не опускайте руки», я там в милиции иду, и на бланке все записано. Ролик посмотрите «Не опускайте руки». Когда я ходил, ну там по Билайну, Билайн это телефон. Вот видели. Там телефон все есть. 8-961-230-70-60. Запишите. Вот мы сейчас разговаривали, вы можете через неделю увидите сами себя, кого-то пригласите. 8 961 961 230 230 70 60 Говорить не больше двух минут Это не скайп Все, я понял Спасибо, да, спаси Христос, Игнать Спаси Христос вас И вы все отвечаете правильно, замечательно, Александр Давно пасетесь на нашей пажике Да, 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 давно Ну вот, видишь, уже результат С Богом, выключайте Молодец Господь привел уже его Как